Хочется приготовить печенье, ну какое-то такое очень нежное, воздушное, тающее, ну по типу знаменитых французских сабле, что означает в переводе песок, то есть это будет песочное тесто. Готовится из самых обычных простых ингредиентов, это желтки, сливочное масло, сахар и мука. Ну, такое тесто может быть прекрасной основой для пирожных, для тартов и так далее. Для рецепта необходимо 3 стакана муки, стакан сахара, 300 грамм сливочного масла, размягченного мягкого, 4 желтка и пол чайной ложки разрыхлителя. Но я хочу попробовать сделать пол порции, поэтому буду его сокращать, то есть этот рецепт. Итак, надо будет желтки взбить с сахаром в такую светлую пушистую массу, ну или тщательно растереть. Скорее всего я это буду делать при помощи миксера. Затем добавить мягкое сливочное масло, еще раз взбить, добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить легкое тесто. Но тесто нужно недолго мешать, чтобы масло не таяло от соприкосновения рук или от миксера и так далее. Затем это тесто нужно будет либо раскатать, либо скатать в колбаску и поместить на какое-то время в холодильник. Минимум на полчаса, но лучше, конечно, если это будет около часа. Затем из охлажденного теста будем формировать печенье и выпекать в духовке. Все очень просто, поэтому приступаем. Итак, первым делом я разбиваю яйца. Мне нужно два яйца, но яйца у меня такие не сильно крупные домашние, поэтому я возьму три. Отделяю желток от белка. Вот, теперь мне нужно добавить сахар. Сахар один стакан. Ну, я, значит, мне надо полстакана. Я возьму четыре ложки столовые. Вот так. Теперь вот эту массу, желток с сахаром, надо взбить до бела. Вот совсем до бела у меня не получается, так как яйца домашние, они очень такого насыщенного цвета. Но пена пушистая, сахар разбился. Теперь я добавляю сюда же масло сливочное кусочками. Сейчас порежу и продолжаю взбивать. Масло мягкое, и оно сейчас очень хорошо взобьется и перемешается с этой желтково-сахарной массой. Добавлю еще немного ванильного сахара сюда, пол чайной ложки разрыхлителя и муку. Сначала не все, вот так вот, почти, наверное, две трети. Буду вымешивать, вымешивать буду руками. И если надо, будет еще добавлю. Можно вымешивать, конечно, и миксером, но мне удобнее это делать руками. Я уже вижу, что муку надо добавить все. Тесто получается вот такое, очень крохкое, но его надо слепить вот так вот в шар. Очень хорошо это получается, руками не страшно. Вымешиваем. Но без фанатизма. Вот я собрала тесто. Вот такой вот, так скажем, шарик. За счет домашних яиц, посмотрите, какого оно прекрасного цвета, как будто бы я добавила краситель. Тут даже на камере не так заметно. На самом деле, в реале оно еще более желтое. Вот хороший такой колобочек в пищевую пленку, либо просто в пакет полиэтиленовый. И минимум на полчаса в морозилку. А из оставшегося белка я хочу сделать такое безе. Воздушная меренга. У меня уже есть видео, я делала. Некоторые там, если отлистать назад, то можно найти у меня как это. И вообще рецепта очень много. Здесь у меня 3 белка. Рекомендуется взять в 2 раза больше веса белка, вернее сахара, чем белка. Сейчас я взвешу, сколько здесь грамм белка и возьму в 2 раза больше сахара. Взобью, показывать, наверное, не буду, а может и буду в крутую пену. И пока у меня тесто в холодильнике будет принимать крио-сауну, здесь поставлю такой небольшой средний огонь в духовке и буду сушить вот эти меренги. Белка у меня 90 грамм. Значит, я беру 180 грамм сахара. Щепотка соли. Сейчас добавлю пару капель лимонного сока и начинаю взбивать сначала в хорошую такую пену без сахара. Сахар у нас не загуститель, а закрепитель пены. Поэтому сахар в несколько этапов, в 4-5 этапов буду добавлять. Сказала, показывать не буду, но вот показываю. Вот это белок, взбитый абсолютно без капли сахара. Здесь капелька лимонного сока и щепотка соли. Ну вот, добавляю сначала 2 ложки. И так постепенно буду вмешивать весь сахар. В прошлый раз я отсаживала на противень моё взбитое безе при помощи шприца кондитерского. Сегодня я не хочу это сделать. Я вот 2 ложки приготовила чайные и просто ложечками буду выкладывать. Противень застелила силиконовым ковриком. Духовка разогрета у меня до 100 градусов. На час я отправлю и буду смотреть. Если нужно будет, ещё чуть-чуть подержу, подсушу их. Вот я довольно крупно так их посадила, чтобы они все поместились на один листик у меня. И отправляю их в духовочку. Всё, закрываем и ждём. Вот прошло у меня где-то час 20. Меренги готовы. Смотрите, они абсолютно пропечённые, сухие. Вот даже если поломать, внутри сухо. Пористая такая структура. Они должны естественным образом остыть. Вот я их кидаю об доску деревянную. Они сухие, очень хорошо отстают. Прямо замечательно отстают от силиконового коврика. Сейчас я их переложу на какую-то такую поверхность, чтобы они остывали. Лучше, конечно, это сделать на решётку, но решётку я пока сейчас не могу найти, а та, которая в духовке мне нужна будет. Поэтому я вот такую форму для пельменей взяла. Ну, чтобы снизу был поток воздуха тоже немножко дуршлаг, можно взять сито. И вот так вот сложу по кругу. И пусть они остывают, чтобы снизу не прели. А тем временем, пока мои меренги будут остывать, я достала тесто из холодильника. Но нет, чтобы прочитать нормальный рецепт. Написано, скатать в колбаску, а затем порезать уже как готовое печенье. Либо раскатать его. Оно, конечно, твердоватое. Сейчас я буду придумывать, что же с ним делать. Каким образом буду раскатывать. Я хочу всё-таки печенье сделать, вырезать формочками, чтобы оно было фигурное. Здесь у меня целая вот куча разных формочек. Я, скорее всего, сейчас буду вот так вот тонко-тонко резать. Раскатывать не буду. И формочкой вырезать. Ну, а получится то, что вот остатки придётся опять в комок собирать и вымешивать, и опять вырезать. Скорее всего, надо сделать ещё тоньше. Ну да, вот я этот же пласт вот скалочкой раскатала, и сейчас буду вырезать. Всё, ну вот не всё. Вот такие тонкие печенья надо быстро, потому что в то же самое время тесто не должно нагреваться сильно, потому что в нём большое количество масла, и оно будет таять. Я вот вырезала, и чтобы оно не ломалось, аккуратно ножиком вот так вот поддеваю, и ножом же переношу на противень. На тот же самый противень, на котором пеклись у меня меренги. Всё. Вот я отрезаю от теста такой пласт, и без муки не припыливаю ничего, просто скалочкой раскатываю. Вот оно ломается, поэтому вот таком вот, не особо двигая, раскатала. Ну, давайте такие сердечки сделаем. Вот. Здесь что-нибудь поменьше. Лишнее тесто убираем в сторону, и ножом аккуратно вот так вот поддеваю, и на ножи же переношу на противень. Где берётся рукой, там рукой. Ну, тонко, достаточно тонко я раскатываю. Я опять отрезаю вот такой вот пласт теста. Я переживала, думала, как же с ним работать, но вот как раз вот такая степень мне очень нравится. Чуть-чуть слегка раскатываю до нужной мне толщины, и дальше вырезаю. Это очень-очень-очень-очень-очень ещё давние у меня формочки. Вот эти я из Египта привезла, жёлтенькие, а жестяные ещё со времён, как мы в нашей квартире жили, это был год, наверное, 97-й лет, 20 назад. Всё, и опять переношу их на противень. Вот то, что осталось, обрезки опять скатываю вместе. Раскатала, вырезала. Мне нужно как можно быстрее это всё делать, потому что, чтобы тесто не остывало сильно. Вот я вырезаю, складываю на противень. Тем временем меренги у меня остывают. Ах, как же будет вкусно! Всё, надо аккуратненько ножом поддевать. Вот получилось два таких противня. Один побольше, второй поменьше. Духовка сейчас у меня стоит на 100 градусов, как было для меренги. Ставлю на 150. И мне нужно будет буквально там, чуть-чуть совсем, минут 15-20, чтобы они побыли. Сейчас я придумаю, каким образом расположить вторую. И будем ждать. Я перетащила силиконовый коврик на другой противень, который вот сюда в пазы заходит. Тот всё-таки надо ставить на решётку. А на решётку пошёл вот этот маленький. Всё, засекаем 15-20 минут. Но буду смотреть, потому что оно довольно-таки тонко раскатано, чтобы не подгорело. Ну, а пока печенье у меня выпекается, я выпью чашечку кофе с воздушной меренгой. Оно такое же воздушное, как эти шляпки гортензии. красота. Красота. Вот такие яблочко. Безе, поцелуй. Прошло у меня не 15, не 20, а целых 30 минут я вот вынула. Но я люблю, чтобы печенье чуть-чуть было такое зажаренное, и тогда оно будет хрустящее. Оно очень такое воздушное, прям пористая вот видна структура. Пусть слегка остынет. Потом надо будет снять с силикона, переложить в емкость, и можно будет наслаждаться, пить кофе и продолжать дальше. Все, печенье готово. Оно такое получилось румяное, очень вкусное, очень прям такое хрупкое-хрупкое. У меня тут есть дегустатор, пришел в гости. Я хочу, чтобы попробовала и сказала свое мнение. Давай, Лизонька, бери. Вкусно. Вкусно? Угу. А тебе нравится такое печенье, когда оно хрустящее такое, да? Рассыпчатое? Угу. Песочное. Песочное. Вот Лиза определила даже сама, что оно песочное. Оно и называется песочное печенье. Чай пьем? Угу. Все, всем приятного аппетита, и пусть ваш день будет обязательно добрым, независимо от того, когда вы смотрите это видео. И еще пусть он будет вкусным обязательно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok